Инструменты при себе, шапочку надеваем и отправляемся на выезд. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новенькое видео. Сегодня я отправляюсь делать ремонт какому-то игроку. Да-да, я понимаю, что я довольно-таки давно не делал уже никому ремонт, и я бы не хотел, но мне позвонил игрок, говорит, сделай мне, пожалуйста, ремонт. Я говорю, в каком доме, он говорит? В обычном деревенском большом доме. Я говорю, не, извиняюсь, не получится, и он говорит, четыре стака изумрудов. И тут я просто офигел, я такой, чё, хорошо, собираю свою сумочку, и выезжаю. Ребята, я не понимаю, почему он мне предложил такую огромную сумму. Там чё, тараканы, крысы, я не знаю, чё такое там? Потому что за такое количество изумрудов ремонт можно сделать в каком-нибудь замке, в каком-нибудь дворце, а там обычный деревенский дом. И предлагает мне он очень много изумрудов, поэтому, естественно, я не раздумывая согласился, и прямо сейчас я буду вызывать такси и выезжать в эту деревню, потому что она находится, ну, очень далеко от нашей. Что ж, ребята, поэтому я включу камеру, когда уже буду подходить к этой деревне. Мы с вами скоро увидимся. А вот это самая деревня. Капец, сюда стоило такси вообще дофига. Ну, ничего страшного, мне ещё больше заплатят. Так, где этот дом? Вот этот, что ли? Ё-моё, а что это такое? Ладно, окей, давайте его обойдём. Возможно, это действительно этот. Здравствуйте, я тут на ремонт пришёл? А, да, здравствуйте. Это я вас вызывал. Сделайте ремонт, пожалуйста, в моём домике. Да, конечно, сегодня всё сделаю. Восхитительно. Я вас очень долго ждал, если честно. Мне уже нужно убегать, поэтому я поехал. Давайте я сразу с вами рассчитаюсь. А, да, спасибо большое. Слушайте, а можно, пожалуйста, скромный вопрос? Домик же маленький, реально. Я уверен, объём работы небольшой. Почему вы мне так много заплатили? Эй, да потому что, ну, так надо, я привык людям много платить. А перед тем, как будете делать ремонт, наденьте, пожалуйста, вот это. Эм, что? Антирадиационный костюм, а зачем он мне? Эй, извините, я приду сегодня вечером. Всё, я поехал, у меня дела. Я вам заплатил, делайте ремонт. А, ладно, окей, хорошо. Как-то это всё странно. Ой, дружище, ну, удачи тебе. Ой, капец, зачем вы меня все пугаете? Совсем, что ли, офигели? Ладно, давайте посмотрим на объём работ. Что это вообще такое? Что? Я не понял. Что это за звук? Что здесь вообще происходит? Что за зелёная жидкость такая непонятная? Капец, ребята. Фу, там ужасно пахнет. Ох, ё-моё. Вообще-то даже немного голова закружилась. Что произошло? Я зашёл в этот дом, и всё затрещало, как будто он радиоактивно-токсичный. Стоп, стоп, стоп. Это какая-то полная фигня. Эй, чувак, я не хочу там делать ремонт. Я отказываюсь. Забирай свои изумруды, ты где? Чё это, ребята, он уехал. И уже мне заплатил эти изумруды. Что мне делать? Я не хочу туда заходить. Я там пробовал буквально 3 секунды, и мне уже фигово стало. Я чуть сознание не потерял. Капец. Так, погодите. Может, мне, конечно, показалось. Может, не-не-не, нифига мне не показалось. Не, я туда не пойду. Не-не-не, я отменяю. Хотя, стоп, подождите. Он мне какой-то костюм дал. Давайте его прямо сейчас на себя надену. Так, и обязательно шапочку. Нифига себе, в нём довольно-таки жарко. Так, а я себе в нём зайду. Ну-ка, заходим и... Слушайте, вот в нём нормально. Давайте теперь осмотрим территорию. На что я вообще подписался? На что я согласился? Тут, смотрите, а тут есть ремонт уже. Тут и печка стоит, и верстак есть, и сундук, которым... Которым я вообще прикасаться не буду. Ну его нафиг. Тут и лестница есть, какие-то бочки, ребят. Смотрите, телевизор, диван. Так, тут есть ремонт. Даже вот кровать есть. Правда, он какой-то очень радиоактивно-токсичный. Я бы даже сказал, это самый опасный ремонт, который я когда-либо видел. Потому что... Стоит мне только снять. Ни-тихо, назад надеваем. Надеваем назад. Ладно, хорошо. В этом костюме я вроде бы полностью обезопасил себя. И я могу всё-таки сделать этот ремонт. Тем более, я уже приехал. Все предметы с собой взял. И я готов начинать. Правда, касочку я не надену, к сожалению. Потому что мне мешает вот этот вот костюм. Лучше в нём, чем без него. Хорошо. Для начала бы нам огородить территорию. Потому что это жесть. Сюда никто не должен заходить. Ставим вот такой вот конус. И вот такую вот огородительную штучку. С этой стороны мы делаем абсолютно то же самое. Всё. Я думаю, что сюда никто и ни за что не пройдёт. Теперь нужно расставить сундуки, в которые я положил все предметы интерьера. А изумрутики свои, которые я только что заработал, давайте я положу к себе в рюкзачок. Капец. Я понимаю, почему меня так много заплатили. Потому что это действительно самый опасный ремонт в Майнкрафте. Ладно, начнём с того, что нам с вами нужно вынести отсюда все опасные предметы интерьера. А именно вот такие вот зелёные. И вот такие вот жёлтые. Хорошо. Давайте ломаем вот этот вот сундук. Так, его лучше, наверное, киркой ломать. А, чёрт. Ребята, капец. Тихо, тихо. Нужно выбросить. Выбрасывай это с очень свой интерьер. Меня даже костюм не спасает. Фух, я вроде всё выкинул на свой интерьер. Капец, ребята. Я чуть с ума не сошёл. Вы видели, что только что было? Нет, это нужно правильным образом всё утилизировать. Поэтому прямо сейчас мне нужно вызвать специальную службу. Так, вот ещё кое-какие предметы сюда положил. Тоже их возьмите и утилизируйте. Только не уезжайте. Я ещё не всё вынес. Ребята, отлично. Служба приехала. Я для них всё собрал и всё им передал. Теперь не нужно сломать остальное. И тоже всё это правильно утилизировать. А именно вот этот вот люк, который сверху находится. Вот эту вот печку. Верстак и цветок. Короче, нужно выносить отсюда абсолютно всё. Потому что так или иначе, даже казалось бы, вот этот вот чистый диван, он 100% загрязнён. Поэтому его тоже отсюда выносим. Эта лестница, которая тоже, казалось бы, чистая, она тоже здесь не к спеху. Её тоже нужно унести, как и телевизор. Все радиоактивные отходы они утилизируют правильно, а предметы они очистят и вернут сюда. И они будут абсолютно чистые и безопасные. Эти божечки с непонятным содержимым я тоже, пожалуй, заберу и тоже им отдам. Так, и вот эти вот штуки тоже. Фу-фу-фу, что это такое? Давайте быстрее это ломаем, быстрее, быстрее, быстрее. Несмотря на то, что я в костюме, я всё равно чувствую, как тут грязно, как тут противно и опасно. Поэтому давайте всё это убираем. Так, и вот эту вот воду тоже нужно собрать. Здесь это, конечно, можно назвать водой. Отлично. Вроде собрал. Всё. Так, смотрите, я вам ещё кое-что принёс. Сейчас я вам это положу в сундук. Так, один, три, два, один. Супер. И скидываю всё вам сюда. Вот, забирайте все предметы интерьера, потом не забудьте вернуть. А это всё я вам отдаю. Всё-всё, увозите поскорее это отсюда. Итак, теперь, когда мы вынесли отсюда абсолютно все опасные предметы, тут ещё остались загрязнения, и тут всё так же опасно находиться. Поэтому нам нужно провести полную обработку этого помещения. И благо мне предоставили для этого блоки. Итак, заходим в помещение и расставляем все эти блоки. Первое, что мне нужно поставить, это вот такой вот очиститель воздуха. Затем сверху я устанавливаю специальную помпу. Всё, супер, процесс уже пошёл. Также желательно установить вот сюда, вот сюда, и ещё вот сюда по очистителю, чтобы их было как можно больше. Теперь вот эту вот штуку нужно поставить вот сюда. Сейчас не знаю, что она делает. Мне сказали её просто установить. Вот я её и поставил. Ну и специальные лампы, которые убьют вот эту вот всю гадость. Поэтому ставим одну сюда. Давайте ставим и включаем. Отлично. Слушайте, она прям излучает нормально так. И сюда ставим точно такую же лампу. Всё, готово. Ну а теперь, пока вся эта наша система работает, очищает всё внутри, я хочу также ещё вручную всё почистить, вручную помыть с помощью вот этой вот губки специального раствора. Потому что, посмотрите, стёкла тоже покрылись какой-то гадостью. Их тоже обязательно нужно все вычистить. Параллельно с этим я ещё тут немножечко перекрою вот так вот всё, чтобы никто сюда не подошёл. Всё, отлично, готово. Даже, наверное, вот так вот с вами сделаем. И когда я всё домой, и когда система закончит свою чистку, я к вам вернусь. Та-дам! Ну, готово! Ну, чистота! Посмотрите на это! Всё, теперь систему можно полностью разбирать. Она нам больше с вами не нужна. И вот эту вот установку мы тоже ломаем. И эти лампы всё отсюда убираем. Смотрите, какая чистота! Как теперь здесь хорошо! Мы можем всё убирать. И, кстати говоря, 15 минут назад мне звонила специальная организация. Они говорили, что они всё очистили. Поэтому скоро вернут диван, скоро вернут телевизор, скоро вернут всё. А я пока что могу снять вот эту вот защитную броню, потому что тут уже нормально. Тут совершенно спокойно и совершенно хорошо. Всё, я жду этих чуваков и начинаю обустраивать интерьер. Так, я тут выключал камеру. Произошло довольно-таки много обновлений. Во-первых, мне чуваки всё прислали, всё привезли. Вот так вот выглядят очищенные предметы. Посмотрите, они теперь обычного нормального цвета. Сундук, верстак, печка, всё на месте. Даже диван, он, оказывается, всё это время был красным. Теперь вот он вот так вот выглядит классно. И телевизор, он был деревянного цвета. Вот такого вот обычного, знаете? То же самое могу сказать про кровать. Короче, ладно. Также здесь у меня в этом сундуке лежат предметы, которые я принёс с собой. И прямо сейчас мы будем обустраивать полностью весь интерьер. Итак, поехали. Я перетаскиваю прямо сейчас тебе всё это в инвентарь. Только что-то мне подсказывает, что места мне не хватит от слова совсем. Ладно, кирку пока что уберу. Она мне не особо сильно нужна. Начнём с диванчиков. Где бы их поставить? Хм, а я уже придумал, на самом деле. Вот сюда вот мы их поставим. Да, на самом деле рядом со входом. Но ничего страшного, можно сразу же гостей позвать и посадить их вот сюда. И напротив у нас будет стоять телевизор. А чё, это хорошая идея. Вот так вот и вот так вот. Чтобы можно было ещё послушать музыку. Телевизор мы ставим вот сюда. Блин, какой классный. Старенький, правда, толстенький. Но ничего страшного. И рядом я немножко добавлю от себя тяны. Вот так вот поставлю вот такой вот горшочек. И рядом ромашку. Потому что в реальной жизни меня Рома зовут, кто не знал. Так, лестница. Нафиг я её взял, я до сих пор не понимаю. Она мне не нужна. Теперь, что мы поставим сюда? Кстати говоря, да, я ещё сделал дополнительное окно. Тут его раньше не было. Дело в том, что я сделаю здесь спальню. Только вот я считаю спальню с тремя кроватями слишком большую. Поэтому сделаем с двумя. И это заберу назад с собой в деревню. Почему бы и нет? Напротив мы поставим шкаф. Шкаф будет смотреть в эту сторону. Чтобы можно было вот тут вот что-то достать. И также со стороны спальни будет ещё один шкаф. Но уже открытый. Вместе с обувью. Давайте поставим сюда. И вот... Неправильно! Я хотел поставить его вот сюда. Всё, готово. Вот такая вот инсталляция у нас здоровая получилась. Давайте раскрасим её постером. Повесим его куда-нибудь вот сюда. Готово. Согласитесь, как-то всё выглядит по-деревянному и скучно. Поэтому самое время это исправлять вот такой вот зеленью. Живая зелень в доме. Это очень-очень классно. Это сразу освежает помещение. Вот так вот это будет вывести. У нас получилась вот такая вот полузакрытая спальня. В которой я размещу также ещё рабочее место для нашего любимого игрока. Так, ставим сюда вот такой вот монитор. Дополнительно для удобства мы поставим сюда сейчас ещё один. Всё со мной понятно уже. Как всегда под конец дня начинаю мазать. Ставим ещё один монитор. И ставим рядом компьютер. А вот сюда мы поставим кресло. Всё, смотрите какое классное рабочее место. Я всё тоже хотел такого в деревенской кузнице. Не хватает сюда книжных полок. Потому что тут они есть для гостей. Вот такой вот гостевой уголок. А здесь нифига нету. Поэтому самое время устанавливать это всё вот сюда. Готово. Ну смотрите, как уютно и как красиво здесь всё у нас получается. Мне очень нравится. У меня ещё есть картина. Часы. Часы, наверное, лучше повесить. Не, я их повешу всё-таки вот сюда вот над выходом. И вот сюда повешу картину. Она сюда не вешается. Да-да, вот сюда. О, в принципе, тоже неплохо. Почему бы и нет? Хотя можно было и сюда. Но не, всё-таки пусть будет тут. Теперь кухня. Давно мы с вами не делали кухоньки. И пора это исправлять. Ставим мойку. Ставим плиту. Холодильник мы поставим. Ну давайте куда-нибудь вот сюда. Почему бы и нет? Он тут идеально смотрится. Вот сюда поставим эту штуку. И ещё также я поставлю сюда сверху вытяжку. Под вытяжку мы ставим вот сюда вот такие вот комфорочки. Готово. И сверху мы вот сюда вот ещё также рядом ставим вот такой вот умывальник. Готово тоже. Рядом я поставлю обычную печку. Но она тоже может пригодиться, ребят. Вы не думайте. И сверху я поставил верстачок. Вот такая вот инсталляция. Вот сюда мы с вами поставим досточку. И сверху всякие штучки, шпажечки для того, чтобы готовить. Блин, ну получается просто офигенно. Мне просто нравится. Осталось постелить сюда коврик. И по большому счёту всё. Уже несу коврик. Как вы заметили, интерьер получился в таких красных тонах. И ещё я забыл про светильники. Думаю, чё, как темно? А я совсем про них забыл. Поэтому повесим сюда и вот сюда. Ну всё, давайте стерить, чтобы ножкам было тепло. Блин, как сочетается с диваном. Вообще супер, вообще классно. Вот тут вот всё обязательно застилаем. Везде нужно постелить коврик. Блин, сюда немного не влазит. Ну ладно, ничего страшного. Это будет такой коврик, знаете, чисто возле кровати здесь. Это вот этот я сломал, чтобы было всё красиво и всё шикарно. Ребята, ну всё, готово. Ремонт я полностью сделал. И теперь мы ждём нашего игрока, чтобы показать ему результат. Ну что ж, вы готовы увидеть ваш новый дом? Сейчас, погодите, костюм на всякий случай одену. Не-не-не-не, не надо. Я всё сделаю теперь тут полностью безопасно. О-о-о, офигеть. Ну вот это да. Вот это ремонт, конечно. Не зря мне вас посоветовали. Да, я постарался. Это было довольно-таки тяжело сделать. Но знаешь что? Вот то, что ты мне не сказал, что это будет самый опасный ремонт, знал бы я, я бы отказался. Извиняюсь, просто тогда ты бы не согласился. Никто бы не согласился на этот ремонт. Конечно, он был самым опасным. Тут всё было радиоактивно и токсично. Я кое-как это убрал, специальную службу даже заказал. Простите, пожалуйста, вот вам надбавка. Спасибо, конечно, большое, но забудь мой номер и больше мне не звони. Хорошо, хорошо, больше не позвоню. Но вы всё равно мне сделали очень классный ремонт. Спасибо огромное, я тут буду жить. Не за что. Да, теперь вы можете здесь жить, потому что дом абсолютно и полностью безопасен. Ну всё, тогда удачи. Ещё раз спасибо. Не за что, а я поехал домой назад в свою безопасную деревню. Слушай, ребята, сегодня мы с вами сделали самый опасный ремонт в Майнкрафте. Это было очень жёстко, я такого никогда не делал. Благо, что всё хорошо закончилось, а с вами я прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok